Итак, завершилась длинная череда майских праздников. Отшумел Первомай, прошагал по городам и весям День Победы, наконец отгремел День Республики. Отзвуки этого масштабного торжества мы и собрали в сегодняшнем постпраздничном выпуске городских новостей. Основные торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию четвертой годовщины создания Республики, развернулись, разумеется, в столице ДНР. У масштабной демонстрации, прошагавшей по центральной улице Донецка, приняла участие и солидная делегация Большого Харциска. Украшенная символами независимости ДНР и различными жизнеутверждающими лозунгами, праздничная колонна прошагала по известному маршруту от площади имени Ленина до РСК Олимпийский. В этом году в праздничном шествии в столице ДНР приняли участие более 35 тысяч человек. Около 800 демонстрантов представляли в общей республиканской колонне города и поселки Большого Харциска. Концепция была у нас и с предыдущего года. Мы показывали наш край, свободолюбивых жителей наших полей. Очень хотелось бы отметить предприятия внешнего управления. Достаточно быстро откликнулись, сформировали свои колонны, государственные флаги, и украсили свои колонны изготовлением собственных маек с логотипами своих предприятий. У нас активно принимали участие предприятия Харциского трубного завода, Зугресская станция тепловой, Силур. Люди достаточно активные, быстро включились в нашу колонну, потому как в прошлом году наша колонна состояла в основном из социальной сферы. В этом году, конечно, очень приятно, что наши предприятия принимали участие. Подготовка к главному государственному празднику республики подразумевает тщательную вдумчивую работу, которая началась в Харциске за несколько месяцев до самого события. Прошли несколько репетиций, были сооружены или приведены в порядок многочисленные атрибуты праздника с государственной символикой и прочий реквизит. В этом году мы использовали более 200 флагов только государственных Донецкой Народной Республики, более 50 флагов Российской Федерации. Это, безусловно, конечно, красочно, массово смотрелось. На мой взгляд, наша колонна выглядела достаточно красиво, ярко. Тематическая группа. Большое спасибо работникам культуры. Наверное, вот тот колорит нашего края, который необходимо было передать нашей работнике культуры совместно с нашими ребятами, с детворой нашей. Были очень красиво показаны и казаки, и казачки, руссконародные костюмы. И все эти старания, по мнению Юлии Крюковой, не прошли даром. В общем строю демонстрантов харцисская делегация выглядела очень достойно и весьма колоритно. День Республики – это, наверное, один из важнейших праздников, который показывает, насколько город сплочен в работе, насколько у нас есть понимание со всеми сферами деятельности, с предприятиями нашего города. И я думаю, что результат, наверное, порадовал и нашего руководства, и руководства Республики, то, что мы смогли показать в Донецке на площади. Завершилось шествие большим праздничным концертом на стадионе Олимпийский, в котором были задействованы два больших творческих коллектива харциска, образцовый эстрадно-хореографический ансамбль «Вдохновение» и танцевальная студия «Черная пантера». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова